Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствоваться с Самарой. Разрешите вам представить последующий тейный доклад «Реабилитация в онкогинекологии». Не буду останавливаться на актуальности, вы прекрасно и так все это знаете. Скажу только, что в своей работе мы за основу берем 788 приказ и 915 приказ. И, конечно же, утвержденными пользованиями и клиническими рекомендациями. Революционное мероприятие у нас строится по общепринятым принципам. Мы у себя утвердили локальные нормативные акты, которые регламентируют алгоритм преемственности взаимодействия медицинских учреждений при оказании революционной помощи онкологическим больным. То есть нам совершенно четко все видно и понятно, как поступают онкологические пациенты к нам в отделение. Дальше нами был утверден алгоритм реабилитационных мероприятий на всех этапах реабилитации. У нас существует трехэтапная система реабилитации, начиная с реанимации, круглосуточного пребывания на реабилитационных койках и третий этап реабилитации – амбулаторно-поликлинический. Также утвердили алгоритм организации психологической помощи нашим пациентам. И, составляя индивидуальную программу восстановительного лечения, мы, конечно же, учитываем и стадийные заболевания, и этап реабилитации, и сопутствующие заболевания, ну и наличие психологических нарушений, не исключая, конечно, учеты возраста пациентов. Ежегодно наше отделение посещает свыше двух тысяч женщин, это только создаточные заболевания, половой сферы. Оказывается, больше ста тысяч услуг. Ну, слева представлена наша мультизциплинарная реабилитационная команда, а справа вы видите, какой у нас рост и оказыванных нами услуг и посещение пациентов нашего отделения. Итак, осложнения радикального противоопухолевлечения. И, конечно же, они серьезные, они функциональны, расстраивают различные системы организма. Повреждаются или возникают различные урологические нарушения, снижается трудоспособность, изменяется психический, социальный статус наших пациентов. Но, так скажем, что в связи с этим как раз и возникает острый вопрос о необходимости проведения реабилитационных мероприятий. Ну, это вот и на фотографиях, наверное, у вас такие же пациенты, у вас попадаются в отделение, да, после операции и комплексного лечения антогин-кологии. Задачами ранее реабилитационного периода, конечно же, ранее активизация пациентки, уменьшение болевого синдрома, купирование, послеоперационного отека, профилактические тромбоэмболические осложнения, нормализация тонуса мочевого пузыря и психоэмоционального восстановления. В позднем реабилитационном периоде присоединяется еще и лечение послеочевых с различных осложнений, также нормализация тонуса мочевого пузыря и нельзя, конечно же, пройти мимо психоэмоционального восстановления. В период проведения лучевой терапии, конечно же, задачи несколько расширяются. Это помимо того, что мы занимаемся скупированием послеочевых эпидемитов, эпидемитов, рептитов, циститов, еще и токсические полинеропатии, профилактика мукозит в полусерта, болевой синдром также, ну и, в общем-то, лентоменозная недостаточность, скупирование постконстракционных проявлений, сексуальных расстройств и психоэмоционального восстановления. Начиная свои реабилитационные мероприятия, конечно же, они начинают нас с предреабилитации. То есть это с момента постановки диагноза и до начала основного лечения. На первом этапе медицинской реабилитации основная, конечно, наша тактика – это использование ранней активизации реабилитации, постоперации, лечебной физкультуры, использование дыхательной генетики, массаж, психологическую коррекцию. На втором этапе, по всему прочему, присоединяются еще и низкочастотные магнитетерапии, лазеротерапии, пневмокомпрессионный, лимфодренажный массаж, электростатический массаж, электротерапия. На третьем этапе присоединяется электросон, тибиальная нейромодуляция, электростимуляция мышц тазоводной промежности. При проведении лучевой и химиотерапии, ну, из всего перечисленного, наверное, можно еще отметить гиперпорическую оксигенацию. Лечебная физкультура используем мы на всех этапах. Все зависит от того, что мы хотим, да, но лечебная физкультура используется всегда, начиная с, вот, на первом этапе в реанимации, в условиях реанимации и в условиях специализированного гинекологического отделения. В амбулаторном на третьем этапе мы используем скандинавскую ходьбу, адаптированную йогу. Из-за электролечения, ну, хотелось бы, наверное, отметить отдельно электростатический массаж. Он у нас представлен на трех видах аппаратов. Это Элгос, Эденд, Хивамат. Если нужно будет, я думаю, что презентация все будет, поэтому на режимных моментах я даже и не буду останавливаться. Низкочастотная магнитотерапия, это вот мы используем уже, начиная от стационарных условий первого этапа, это и лимфокинсты, и профилактика, и также купирование лучевых осложнений различных. В общем-то, аппаратура именно магнитотерапии, ну, излучающие магнитные поля у нас достаточно представлены, и, в общем-то, процедура востребована. Так же, как и лазеротерапия. Электротерапию мы используем, как и для лечения, купирования болевого синдрома, полинеропатии, гимфостаза, гимфостимуляция используется, нарушение функций тазовых органов. Как я уже сказала, мы и чисто вот электростимуляцию, мы с каждого дна и промежности принимаем, также и тибиальную электростимуляцию. Низкочастотная лазеротерапия используется на всех этапах реабилитации, потому что, ну, задачи разные, а метод-то, в принципе, один. И очень высоко себя показал по эффективности. Занимаемся также вот светодиодной маточной терапией. Тоже интересная такая методика. Это и профилактика рожистых, и лечение рожистых воспалений, и, в общем-то, противоотечная терапия, назначаемая с целью лечения лампобиактрон-аппарата. Это полифроматическое, не поверимое излучение низкоинтенсивности, то есть используется разной длины волны свет. Из пневматической компрессии мы используем, в общем-то, различные оборудования, начиная от российского производителя, там, немецкого и чешского. В общем-то, без этой методики, наверное, тоже не обойтись. Трансперниальная электростимуляция, либо электросон. Вот эту методику мы используем довольно-таки широко, не только вот у пациента, который страдает постфастрационным или болевым синдромом. Ну, и, в принципе, страдает целигитососудистой дистонии. КВЧ-терапия. Используем, ну, в основном, наверное, во время и после проведения химиотерапии, так как эта методика обладает иммунотропным действием. И генпоэс восстанавливает. Гиперборическая оксигенация. Ну, знаете, да, что это использует кислород под давлением. Этот метод у нас, наверное, свыше 18 лет используется в отделении. И на первом этапе, сразу после хирургического лечения, используем гиперборическую оксигенацию. И во время химиотерапии, между химиотерапией. И, конечно же, как профилактика лучевых осложнений. И лечение очевых осложнений циститов, рактитов. И, в принципе, как стимуляцию эпидализации раневой поверхности. И методика себя заорхомендовала очень хорошо. Мануальный лимфатический дренаж. Но без этой процедуры, я думаю, ни одно регуляционное отделение не обходится. Обязательно сеансы лимфодренажного массажа у нас заканчиваются компрессионным тандажированием. Используем также лимфатемпированием. Причем, вы понимаете, что каждый метод, в принципе, он обладает, конечно, положительным эффектом. Но когда используется сочетанное применяемое методом, и еще и в определенном порядке, то, конечно же, эффект от лечения значительно выше. Психологическая коррекция. Как я уже сказала, на этапе даже предреабилитации, когда пациентке только выставляется диагноз, если уже у нее есть возможность все это обсудить с психологом, где-то получить уже компрессионный помощь. То есть психологическая коррекция у нас сопровождает пациента, в общем-то, на протяжении всего лечения, и дальше диспансерное наблюдение, и, в общем-то, пожизненно. В своей работе мы часто пользуемся скрининговым опросником, дистрессом. Ну, знаете, да, что это шкала от нуля до десяти, и пациент сам выбирает свой уровень тревоги, и тогда мы уже, ну, как градусник, да, мы уже понимаем, то ли у него все хорошо, то ли он нуждается в психологической коллекции, то ли ему нужен психотерапевт, и уже медикаментозно назначать какое-то лечение. Вот, то есть, как я уже сказала, термометр позволяет установить степень выреженности дистресса. И вот разрешите быстро пройтись по клиническому примеру. Почему вот я его привела, почему вообще вот такая необходимость? Мы уже начинаем работать по 788-му приказу, и все наши врачи, наши с врачами отделения уже находятся на обучении как врач физической и регуляционной медицины. И вот как мы теперь начинаем по-новому оформлять, да, пациентка поступил с определенными шалобами, в анамнезе у него была аксерпация матки с предаптами, тазовая лимфодисекция, лимфодометомия, неполный курс учебной терапии со сложнением структуры левого учитышника, левосторонний ретро-гидронепроз, консированный левым учитышником. По обследованию у нее все благополучно, мы оцениваем ее шкалу по ШРМ 2 балла, шкала Ренкин 2 балла, шкала Бистресса 5 баллов. Клинический диагноз слева представлен, и справа регуляционный диагноз. Ну, регуляционный диагноз мы стараемся, в общем-то, упомянуть, отметить все ее нарушения для того, чтобы отследить потом динамику и поставить регуляционную цель. Цель у нас одна – уменьшение степени оттека нижних конечностей, и задача может быть несколько. Регуляционный потенциал оценивается как средний. Назначено лечение мультидисциплинарной бригады, в которой включают и онколога, врача-фюзотерапевта, психолога, и врача-фюзотерапевта, врача-фюзотерапевта физкультуры, в которой во что? Лечебная физкультура для укрепления мышц тазов дна, нижних конечностей, психологической коррекции, артерапии, репостонные занятия, физиолечение в виде пневмонассажа, светлоганная аппаратом, терапия, магнитотерапия на обе стаза и бедер, электросон, электростатический массаж обеих нижних конечностей. Пациентка получила курс лечения, потом ей предоставляется выписка, опять оценивается, ставится клинический регуляционный диагноз и здесь обозначаются степенью изменения в ходе лечения. Ну и в заключение хочется сказать, что наше отделение существует свыше 18 лет, много мы уже можем, много мы проберем, есть еще к чему стремиться. И конечно же, что на пути реабилитации в экологических больных есть еще препятствия отсутствуют утвержденные методические рекомендации. Ну и хотелось бы все-таки побольше в области подготовки специалистов, в области именно реабилитации в экологических пациентах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...